Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Здание выглядит вот так. Нет ни окон, ни крыши. Место огорожено забором, потому что безопасным его явно не назовешь. Заброшенную поликлинику достроят, дом культуры возведут с нуля, на новом стадионе уже скоро сыграют футбол. Какие поручения дал губернатор во время поездки в Искитимский район? А сейчас строители провели подготовительные работы и сняли верхний слой асфальта для того, чтобы в ближайшее время начать подготовку котлована для строительства нового здания аэропорта. Дорожки для самолетов, парковки для машин и терминал для пассажиров. Как изменилась работа аэропорта во время масштабной реконструкции? Мы выйдем и не только театры, но и кинотеатры, про которые у меня каждый день все... Но в бибиотеке давно все работают. В кинотеатры с масками и с соблюдением всех правил. Когда новосибирцам можно будет запасаться попкорном? Новосибирск начинает включать отопление в социальных объектах. Батареи уже потеплели в четырех детских садах и трех медицинских учреждениях. На очереди еще 14 объектов. Официально отопительный сезон в Новосибирске еще не начался, поэтому сейчас здание подключают по заявкам. Жильцы многоквартирных домов могут направить ее через управляющую компанию или ТСЖ. Энергетики готовы дать тепло почти во все здания города. В рабочем поселке Ленево решают судьбу недостроенной больницы. Без окон, крыши и дверей она стоит уже больше 30 лет. Проблемные точки из Китимского района сегодня посетил губернатор Андрей Травников. Какие распоряжения дал глава региона, расскажет Екатерина Стывко. Это здание начали возводить еще в 80-х, но стройку быстро заморозили. И с тех пор оно выглядит вот так. Только бетонный каркас, нет ни крыши, ни окон, ни дверей. А везде лежат стройматериалы, кирпичи и разбитые бутылки. В советское время здесь планировали открыть большой травматологический центр. Два корпуса, соединенных коридором. Но вмешалась перестройка. Сейчас главный вопрос, что со зданием делать дальше? Сносить или достраивать? Сегодня принято оптимальное решение, что проработать с Министерством строительства, с медициной. Здание вполне еще пригодное. Снести проще всего. Поэтому если весь вариант оставить, то их нужно оставлять. Это будет гораздо дешевле точно. Что именно будет в здании, еще решают возможные варианты служебное жилье и детская поликлиника. Вселяет надежда, что будет и поликлиника, и детское отделение. И, конечно, самое главное, это социальное жилье. Когда кадры останутся в малых городах, в малых поселениях, и будут пополнять, естественно, и здравоохранение, и ресурс, я имею в виду, образование. Наказы депутатам нового созыва формируют уже сейчас. Необходима реконструкция отделения поликлиники в Евсино. Узкие коридоры, мало света. Ремонта здесь не было давно. Достроить важно и спортивный комплекс. Большой стадион Вленево. При условии, что все будет собрано, правильно запланировано и посчитано, но это уже сказали нам, да, власти местные, что все это дело готово. Андрей Александрович обещал поддержку. Соответственно, мы тоже будем помогать работать в этом вопросе. И, естественно, стадион уже будет. То есть у меня не возникает сомнений, что его не доделают. Школа номер пять в Искитиме стала ученикам мала. Занятия идут в две смены. Чтобы создать дополнительные места, здесь планируют реконструировать пристройку, где сейчас занимаются в основном в кружках. Цена вопроса пять миллионов, чтобы создать, ну, сколько вообще? 50, 50 дополнительных мест, да, получается. Ну, в общем, я готов поддержать. И если вы говорите, что в этом году успеете ремонтные работы провести, то даю команду выделить средства срочно. В новых классах будут учиться школьники среднего звена. Кровля сделана, фасад здания тоже в неплохом состоянии, может быть, его подремонтировать. Речь идет о строительстве внутренних лестничных маршей, наполнении кабинетов. Там будет отнесена часть спортивных кабинетов, которые сформированы сейчас, отнесены в общие спортивные залы, а там будут размещены классы. Другая, острая проблема города Искитима – аварийное жилье. Переселенцы этого года переехали в кирпичные высотки, но на очереди жители еще 62 домов. Сегодня обсудили перспективы увеличения расходов на реализацию программы. Что касается расселения, то будут расселены порядка где-то 241 семья, 610 человек. А если в квадратных метрах сказать, что это порядка 13,5 тысяч квадратных метров, это вот в этих 23 домах. Но еще остается 39 домов. В рамках региональной программы расселить нуждающихся планируют за 4 года. Екатерина Стывко, Андрей Дулепов, Искитимский район. Новости ОТС. 12 сентября в Новосибирской области разрешат снова принимать гостей театром, кинотеатром и концертным залом. Мы выйдем и не только театры, но и кинотеатры, про которые у меня каждый день все... А библиотеки? А библиотеки давно все работают. Не верьте ни одной библиотеке, которой вам говорят, они с 8 июля открыты на прием и выдачу, а с 1 сентября открыты полностью читальный зал библиотек. Сегодня министр культуры побывала в Старом доме. Театр планирует официально открыть сезон 1 октября премьерой спектакля «Петерс» по рассказу Татьяны Толстой. Во время вынужденного простоя в Старом доме шел ремонт, в порядок привели служебные помещения, цеха и гримерки. Но места все равно не хватает. И в Министерстве культуры готовы искать деньги на увеличение площадей. Подобный проект готовился около 10 лет назад. Вакцинация стартовала с сегодняшнего дня. Во всех поликлиниках Новосибирской области можно поставить прививку от гриппа. Всего планируют привить 1 миллион 700 тысяч человек. Это порядка 60% населения региона. Подробнее расскажет Ксения Петренко. Ирина Невзорова сегодня пришла в поликлинику на прием к терапевту и узнала, что началась вакцинация от гриппа. Решила поставить прививку. Тем более, что в прошлом году этого сделать не успела. В итоге болела тяжело и долго. Сейчас такие тяжелые гриппы идут. Я болела зимой. Я знаю, что это очень тяжело. У меня две недели практически температура была. Поэтому я в том году-то не ставила, а в этом решила поставить. Раньше ставила и легче переносила. Вирусы гриппа и COVID-19. Такая гремучая смесь ждет горожан в этом осенне-зимнем эпидемиологическом сезоне. Как они будут протекать совместно, предположить сложно. Поэтому задача сейчас защитить организм хотя бы от хорошо изученного заболевания. Тем более, что вакцин завезли больше, чем в прошлом году. 1 миллион 700 тысяч доз. С сегодняшнего дня мы запустили приемочную кампанию. У нас все готово. Мы готовы к посетителям, к пациентам. На каждом участке медсестры, участковые привлекают, прозванивают пациентов, которые приходили в прошлом году. Вновь прикрепившихся пациентов обзваниваем. Приглашаем на прививки. В ближайшие дни поступит и препарат для детей. Он подходит малышам с 6 месяцев и беременным женщинам. Особенно рекомендуют привиться сибирикам из группы риска, пожилым, а также тем, кто работает в местах массового скопления людей. Одно из главных противопоказаний для прививки от гриппа – это обострение хронических заболеваний и признаки ОРВИ. В остальных случаях укол ставить можно. Я тоже сегодня решила присоединиться к вакцинации, поставить прививку от гриппа. Укол делают бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Для этого нужно всего лишь получить талон в регистратуре. Прививочная кампания будет длиться два месяца. Ксения Петренко, Константин Менин. Новости ОТС. Главная воздушная гавань Сибири – аэропорт Толмачёва на пороге масштабных перемен. Скоро там начнут работы по строительству нового аэровокзального комплекса. На каком этапе работы сейчас, расскажет Дмитрий Белькевич. Вот так сейчас выглядит площадка перед аэропортом Толмачёва у входа в здание внутренних авиалиний. Раньше здесь была парковка, а сейчас строители провели масштабные подготовительные работы. Сняли верхний слой асфальта для того, чтобы на этом месте начать строительство котлована. Для возведения нового здания аэропорта площадью 58 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта превышает 14 миллиардов рублей. Инвестор – собственник воздушной гавани компания «Новопорт». Здание стекла и бетона, соответствующее всем современным мировым стандартам, призвано улучшить качество обслуживания пассажиров и увеличить пропускную способность аэропорта. Пассажиров много. Некоторые отправились на отдых туда, где хорошая погода. К примеру, в Анталию уже вылетели два рейса. На среду запланировано еще два. А вот строителей плохая погода в сибирской столице не пугает. Работы идут даже несмотря на дождь. На данный момент сложностей никаких нет. Аэропорт максимально создает все условия подрядчику для выполнения работ. Освобождение территории, вынос каких-то коммуникаций. Подрядчик работает всеми силами и средствами, которые у него сейчас есть. Из-за масштабной стройки изменилась и работа аэропорта. В первую очередь это касается маршрутизации пассажиров и движения автотранспорта на прилегающей территории. Сотрудники и пассажиры замечают те изменения, которые происходят. Аэропорту пришлось полностью изменить схему движения автомобильного транспорта, схему движения пассажиров. Как вы видите, площадка полностью перекрыла вход в терминал А. Сейчас осуществляется проход пассажиров в терминал А через терминал международных авиационных линий. Полностью парковочные места, которые располагались на площадке строительства, перенесены за территорию. Планируется устройство дополнительных парковочных мест. Параллельно в аэропорту идет работа по реконструкции аэродрома. Строят дополнительные рулежные дорожки и места для стоянки авиалайнеров. Это уже за счет федеральных средств. Работы планируют завершить через два года. Все условия, чтобы не выбиваться из графика, есть, равно как и поддержка областных властей. Дмитрий Белькиевич, Борис Гладких, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Название всех сибирских дивизий представлено здесь, на монументе славы. Есть здесь и 18-я гвардейская инстенбургская стрелковая дивизия. Я бы сейчас хотел нарисовать семью свою. Мама, папа и Маргоша. В Театре кукол сегодня генеральный прогон волшебной сказки. И для наших зрителей мы приоткроем завесу тайны раньше срока. Они опять прорвались. Теперь сквозь годы. Новосибирские издали книгу о 18-й гвардейской сибирской дивизии. Ее в свое время называли дивизией прорыва. Это подразделение во время войны бросали туда, где было сложнее всего. Страницы уникальной книги полистал Константин Клещин. Через Великую Отечественную войну прошли более 50 сибирских дивизий. Все подразделения отличились в боях. И все-таки есть среди них те, кому выпала особая честь. 18-я гвардейская истенбургская. О ней и на фронте слагали легенды. Называли дивизией прорыва. Если 18-ю перебросили в помощь какой-то армии, говорили и в штабах, и в окопах, значит, будет наступление, прорвемся. Готовя книгу, коллектив авторов это особо подчеркнул. 17 крупнейших операций. 17 крупнейших операций. Вот в этих операциях участвовала дивизия. Крупнейших. Сколько раз переходила. Только в 11-ю, бывшую 16-ю, в последствии 11-ю гвардейскую, она переходила 16 раз подчиненность этой дивизии. Той армией командовал будущий маршал Баграмян. Его бойцы гнали немцев из Орловской и Воронежской областей, формируя простор для гигантской Курской битвы. Сибиряки были незаменимы, ведь это кадровая часть. То есть дивизия сформирована еще до войны, как 133-я. А ее командиры имели боевой опыт битв на озере Хасан и реке Холкингол. Все это пригодилось в обороне Москвы, после чего дивизия стала 18-й гвардейской. Название всех сибирских дивизий представлено здесь, на монументе славы. Есть здесь и 18-я гвардейская инстенбургская стрелковая дивизия. Совсем недавно я выяснил, что история моей семьи связана с этим подразделением. В нем воевал родной брат моей бабушки Александр Иванович Долженко. Гвардии старший лейтенант, командир взвода минометчиков. Но сложнее фронта прорыв забвения. И это сделано, потому что есть неравнодушные люди, которые сами помнят ветеранов, в том числе и этой дивизии. Книга о ней подкреплена архивными документами, а также анкетами ветеранов, которые они заполняли 45 лет назад. Откуда призван, где воевал, где был ранен. Анкеты включены в издание. И это все труд к юбилею победы. И он не единственный для новосибирских специалистов архивного дела. Уже она практически готова. Выставка в ближайшее время будет презентована об эвакуации культурных ценностей из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Данная выставка была подготовлена совместно с архивами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Этот труд можно будет увидеть в интернете. А сегодняшняя презентация книги о гвардейской дивизии подкреплена еще и небольшой выставкой в фае архива. Это подразделение существует, кстати, до сих пор. 18-я дивизия дислоцирована в Калининградской области, бывшая Пруссия, где и закончила войну. Константин Клещин, Дмитрий Злобин, Константин Менин, Новость ОТС. И сегодня в России вспоминают одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Аэростаты поднимались вверх, самолеты летали, так что бомбежка была постоянно. Дом наш разбомбили. Весь этот кошмар трудно. Я даже не могу смотреть фильмы, которые блокады показывают, потому что я с моими глазами все это вижу. За годы войны из Ленинграда в Новосибирск были эвакуированы больше 120 тысяч человек и десятки предприятий. Сегодня у Стеллы трудовому подвигу ленинградцев те, кто встретил блокаду в юности. После пережитого на берегах Невы те, кто переехал в Сибирь, еще с большим усердием ковали победу в тылу. Война нас разлучила, Сибирь нас приютила. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Прямо сейчас короткая реклама, а сразу после мы продолжим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обмен старой на новую. Лучший протез тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов, основатель медцентра Доктор Ост. Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Передовые клеточные технологии буквально омолаживают сустав изнутри, восполняя изношенные хрящевые ткани. Процедура длится всего один час. Всего один укол, чтобы забыть про боль, вернуть движениям гибкость и лёгкость. Здоровый родной сустав без наркоза, без операции и вместо протеза. Приходите в Доктор Ост, убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Прямо сейчас запишитесь на онлайн-консультацию бесплатно. Это новость ОТС, мы продолжаем. 50 тысяч рублей требуется на покупку инвалидной коляски для Полины Почтовой из Куйбышева. Старая коляска отслужила 7 лет, а купить новую у семьи пока нет возможности. Девочка вынуждена проводить большую часть времени дома. Подробнее Оксана Тимошенко. Полина – второй ребёнок в семье. Девочка родилась здоровой. В три месяца врачи поставили диагноз – герпетический менингенцефалитный вирус. Месяцы лечения, реабилитации они помогли. Следствием болезни стал детский серебральный паралич. Сегодня Полине 11. Стараниями родителей её жизнь мало отличаются от той, что живут её сверстники. Ребёнок умный, всё понимает. Всё глазками мы можем показать. Книжки мы любим. Рисуй светом мы всё рисуем. Мультики любим смотреть. Любим улицу. У нас много ребятишек на улице. Так у нас спасает качели. Проблема у нас маленькая стала нам коляска. По дому девочку мама и папа носят на руках. А вот выйти на прогулку уже сейчас – целая проблема. А ещё надо ездить на реабилитацию и в бассейн. Помочь семье приобрести новую коляску взял совместный благотворительный фонд. Подобрали, нашли нужную коляску. Отправили счёт. Стоимость 49. Сама коляска стоит. И там транспортировка от 2,5 до 4 тысяч стоит. Для семьи, где работает только папа, 50 тысяч рублей – деньги немалые. Помочь Полине можем и мы, отправив посильную сумму по номеру телефона. Впереди зима, но выходить на прогулки, которые девочка так любит, без коляски она вряд ли сможет. Но очень верит, что ей помогут. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Новые фельдшерско-акушерские пункты откроют в селах Тагучинского района до конца этого года. ФАПы строят в рамках нацпроекта здравоохранения. Он позволяет не только покупать современное оборудование, возводить новые объекты, но и приглашать и обучать молодых специалистов. О том, что изменилось уже и какие планы на будущее у тагучинских медиков, узнала Ирина Шатрова. Когда я выезжаю на место, то я смотрю всё. Начиная с момента соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и приёма пациентов, направления в поликлинику ЦРБ и работа на дому. Проговариваем с фельдшерами, с медицинскими сёстрами те проблемы, которые есть на местах. И, конечно, беру на заметку те проблемные вопросы, которые надо решить. И главный мой вопрос – чем помочь? В Тагучинском районе 41 ФАП, 8 врачебных амбулаторий, 3 участковых больницы и ещё одна большая – в Горном. За 9,5 лет, что Елена Рябчикова возглавляет ЦРБ, хозяйство серьёзно разрослось. Только в прошлом году открыли два фельдшерско-акушерских пункта. Сейчас строят ещё – в Кудрино и Репьёво. Здесь будет необходимое диагностическое оборудование. То есть фельдшер в своём арсенале будет иметь все возможности для того, чтобы поставить предварительно диагноз пациенту и оказать неотложную медицинскую помощь в рамках действующих стандартов оказания медицинской помощи. За счёт программы «Земский доктор» только за последние годы приехали около 30 новых врачей, в том числе узких специалистов и фельдшеров. А ещё в медуниверситете по целевому направлению сейчас обучается 26 выпускников из Тогучинского района. Станислав Гриценко этим летом получил диплом терапевта и вернулся на родину – в посёлок Горный. Своей работой я доволен. В поликлинике хватает всего. Есть и лаборатория, есть и лучевые методы исследования, там рентген, УЗИ, томограф в доступности 40 минут. Также можно и проконсультироваться с более опытными коллегами, узкими специалистами. То есть я ничем не обременён, и всё доступно мне, как современному молодому специалисту. Предоставить жильё молодым специалистам – вопрос острый для большинства районов Новосибирской области. В Тогучинском успешно решается. Жилищный вопрос мы решаем совместно с администрацией района. Нам в этом активно помогает и решает вопросы глава. В этом году нам предоставлено три квартиры главой администрации Тогучинского района. Плюс по областной программе предоставляются компенсации за аренду жилья. У пациентов появляется возможность получать качественное лечение рядом с домом. Вот и в Репьёво в ожидании современного ФАПа уже планируют работу по-новому. У нас появятся кабинеты отдельные, процедурные. Будем делать процедуры, перевязки, перевязки отдельно кабинет будет. ЭКГ будем снимать. Ну, принимать больных будем в нормальных условиях. Тяжёлых пациентов из любого населённого пункта всегда готовы принять районная больница. Этим летом учреждение получило современный реанимобиль, который оснащён необходимым оборудованием для транспортировки больных с лёгочной недостаточностью, сердечными, сосудистыми и другими заболеваниями. В особых случаях на помощь тогучинским врачам приходят коллеги из областной больницы. Мы консультируем больных со специалистами санитарной авиации, либо консультируем методом телемедицины. И специалисты санитарной авиации принимают решение о том, что больной нуждается в квалифицированной специализированной помощи. И пациент быстро, безопасно доставляется в областную больницу. После сдачи объектов в Репьёво и Кудрино в Тогучинском районе намерены построить ФАПы ещё в 10 отдалённых населённых пунктах. Ирина Шатрова, Андрей Новосёлов, Новости ОТС. Лечить не только таблетками и капельницами юным пациентам поможет также арт-терапия. Волонтёры предложили, врачи согласились. Сегодня в детский корпус Новосибирской областной больницы привезли в подарок альбомы, фломастеры и карандаши. Рисунки на тему «Я побеждаю болезнь, я супергерой» поместят на футболке и вручат их маленьким авторам. Подробнее в сюжете Натальи Цопиной. Фломастеры, карандаши, альбом для рисования, ну и стогалочка для карандашей. 70 комплектов по числу пациентов детского корпуса областной больницы. Волонтёры говорят, если в ближайшие дни госпитализируют других ребят, которые захотят принять участие в акции, то привезут дополнительные наборы для творчества. Суть всего проекта цель – это вообще помочь эмоционально справиться с сложностями изоляции и вообще лечению в больнице, потому что процесс долгий. Они нарисуют картинку, наши дизайнеры дорабатывают, мы переносим на футболочку и дарим каждому ребёнку. Врачи отмечают, такие акции – большая помощь в борьбе с болезнью. Некоторые вещи дети не проговаривают, а нарисовать могут. Так что в ближайшие дни пациентов ожидает не просто развлечение, а творчество с элементами арт-терапии. Детки лежат в нашей больнице, бывают достаточно длительно долго, долгий промежуток времени. И наряду с лечебными мероприятиями, такие вещи, они значительно облегчают пребывание в стационаре, и, конечно, поднимают дух, эмоциональное состояние детей, потому что им очень интересно, они отвлекаются, ну и процесс выздоровления идёт гораздо быстрее. Есть лист и фломастеры. Вы рисуете рисунок на тему «Я супергерой». Я здоровый, я супергерой. Коля Болтухин уверен, настоящие супергерои – это его близкие. Именно они помогают сохранять оптимизм и побеждать болезнь. Вот я бы сейчас хотел нарисовать семью свою. Мама, папа и Маргоша. Она так визжит, что у меня аж мозги кипят. А сколько ей лет? Семь месяцев. У большинства на рисунках не супергеройские мотивы, а семья, дом. За несколько недель госпитализации и карантина успели соскучиться. Через две недели в подарок получат футболки с этими рисунками. Тем, кого успеют за это время выписать, эксклюзивные наряды доставят на дом. Наталья Цупина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Волшебник изумрудного города через 60 лет возвращается в Новосибирск. Премьеру знаменитой сказки готовит городской театр «Кукол». Подробнее расскажет Александр Шпак. В театре «Кукол» сегодня генеральный прогон волшебной сказки. И для наших зрителей мы приоткроем завесу тайны раньше срока. В очередной раз девочка Элли из штата Канзас попадает в страну ОЗ. В очередной потому, что пьесы по мотивам книги «Удивительный волшебник изумрудного города» ставят часто по всему миру. Но режиссер Григорий Гольдман уверяет, сибиряки такого еще не видели. Пьесу он привез из Ставропольского театра, где был главным режиссером. От обычных постановок она значительно отличается. В этой пьесе я увидел такой интересный авторский ход, который был задан у автора, что всю эту историю рассказывает знаменитый американский фокусник Гарри Гудини. Специально для спектакля режиссер отыскал актера с навыками иллюзиониста. Он ведет зрителя через всю страну ОЗ и показывает фокусы. Поэтому в волшебной сказке все в заправду. Особая гордость постановщиков спектакля – костюмы. Обычно в Театре кукол артисты остаются за ширмой. Такова специфика жанра. Сегодня все на сцене в полный рост. Это тоже режиссерский прием. Даже если лица не стерты, а краски не тусклые, на сцене то ли люди, то ли куклы. Добавляется маска – это уже кукла. Добавляется костюм – это уже кукла. То есть как бы кукла может быть чем угодно, тебе добавили. А я не знаю, шпильку с цветочком – вот твоя кукла, оживляй как хочешь. Александра Гребенькова, исполнитель главной роли, рассказывает о своей кукле – кукле Элли. Она храбрая, она сильная, капризная бывает временами, но со временем она становится взрослой и принимает решения. Как взрослеет и принимает решения девочка Элли, зрители смогут увидеть уже во второй декаде сентября. Александр Шпак, Александр Миняйло, новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 9 сентября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Временами небольшой дождь. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Влажность 85%. Температура ночью плюс 6-8, днем плюс 11-13. В последующие двое суток будет пасмурно. Временами небольшой дождь. Температура воздуха в четверг плюс 12-14, в пятницу плюс 14-16. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Всего самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»